Здравствуйте, уважаемые товарищи! Продолжается эпопея с обсуждением и проталкиваем так называемой четырехдневки. Вот стало известно, что Дмитрий Анатольевич Медведев поручил Министерству труда и социального развития дать оценку вот этого предложения. Некоторые вопросы возникают, потому что интересное дело получается. Дмитрий Анатольевич в июне выступил на конгрессе Международной организации труда, можно сказать на мировой трибуне и уже сам высказал свои отношения к этому. Вот теперь задним числом был в пользу дать оценку. Так он подумал о том, о чем он говорил перед всем честным народом. Я думаю, что для серьезного политического деятеля надо сначала подумать, а уж потом выступать. Ну ладно. Бывает человек, знаете, хотел к хорошему, стремился очень, ну и потом, значит, все-таки пытается подкрепить свое намерение какими-то расчетами. Я полагаю, что поручение, которое дал Дмитрий Анатольевич, очень легко выполнимо. Почему? Я не имею в виду именно Министерство социального развития, что вот они сейчас возьмутся и будут, ну как все разумные люди, они должны использовать то, что уже есть и в науке, и в практике, и в профсоюзной, и политической, и в науке, и в практике уже давно эта оценка дана. Вот если мы будем брать научную оценку того, как же вот все-таки отнестись к уплотнению рабочей недели за счет того, что мы 40-часовую рабочую неделю теперь, значит, реализуем в четыре дня. Ну вот есть монография, она уже известна многим читателям. Я просто позволю себе зачитать резюме из большого анализа, которое, я уверен, будет очень полезно сотрудникам Министерства труда и социального развития. Им не надо будет долго искать, значит, на что опереться в плане науки. Вот в нашей монографии сокращение рабочего дня, как основание современного экономического развития. Здесь большой коллектив авторов, в том числе и профессор Золотов и профессор Попов пишется. «Для промышленно развитых стран ныне типична следующая система использования экономии труда в сфере производства, достигаемой на основе повышения его производительности. Приоритетной формой выступает сокращение количества производственных работников. Увеличение нерабочего времени оставшихся рабочих происходит значительно более низкими темпами, чем сокращение занятости в общественном производстве. Дополнительное нерабочее время используется в первую очередь для увеличения продолжительности оплачиваемых отпусков и количества выходных и праздничных дней, что непосредственно способствует сокращению среднегодового количества часов, отработанных в расчете на одного занятого. Накопленный эффект такого сокращения приводит к значительному уменьшению продолжительности действительного трудового стажа. Средняя величина рабочей недели понижается существенно медленнее, чем величина указанных компонентов системы периодов трудовой активности. Самый низкий темп сокращения характерен для типичного рабочего дня, сложившаяся продолжительность которого все больше не соответствует обеспечению свободного развития работников. Восьмичасовой рабочий день может считаться нормальным чисто юридически. Подобное использование экономии рабочего времени не исключает возможности развития работников в рамках свободного времени, и такое развитие, безусловно, происходит. Вместе с тем, сложившийся способ реализации экономии труда в производстве, не соответствуя ключевой роли рабочего дня в системе периодов трудовой активности, создает существенные препятствия для повседневного повышения квалификационно-образовательного уровня работников, их участия в управлении, занятий физкультурой и так далее. Он способствует сохранению старого образования труда, тормозит экономическое развитие. Вот вам научная оценка того, что означает втискивание в 40 часов в 4 дня. Поэтому не надо долго искать, и я хочу заранее облегчить труд сотрудников этого министерства. Почему? Потому что по поводу сокращения рабочего дня, рабочей недели, количество часов отработанных за трудовую жизнь, писали очень немногие авторы. И все эти авторы это представители Фонда Рабочей Академии и Рабочей Партии России. Я могу здесь всего этому ряду назвать и профессора Попова, и профессора Казена, и профессора, и доктора экономических наук Мазера Олега Анатольевича. Вот люди, которые смотрят вот это видео, это люди, умеющие работать, обращаться с компьютером, имеющие доступ в интернет. Вот, уважаемые товарищи, проведите небольшой такой эксперимент. Вот запустите поисковик, тему, так, сокращение рабочего дня, сокращение рабочего времени, статьи и монографии. И что вы найдете? Вы найдете два источника ресурсов. Первый источник – это статьи и монографии представителей Фонда Рабочей Академии исключительно, но проверьте. И второе – это ссылки на юридические документы, комментарии кодекса, значит, юристы разъясняют, на каких основаниях может сокращать рабочее время и так далее. И больше вы ничего не найдете. Поэтому дать оценку вот этому предложению достаточно просто научно. Для этого существует очень ограниченный круг источников. Это отнюдь не отрицает, что это научные источники, что это глубокая поработка, потому что мы этим занимаемся не по поручению премьер-министра, который два месяца назад выступил, а теперь поручил кому-то что-то оценивать. Мы этим занимаемся на протяжении всей научной жизни, потому что нам поручил рабочий класс разобраться в том, как можно и нужно улучшить его жизнь. И вот сокращение рабочего дня – это одно из коренных улучшений положения рабочего класса, и этому посвящена во многом наша научная работа и практическая деятельность тоже. Вот эта книга опирается на опыт западных стран. Что касается российских специфических условий. Всегда говорят, что Россия – особые условия. Я хочу обратить внимание наших зрителей на прекрасные выступления Михаила Васильевича Попова, президента Фонда Рабочей Академии, доктора философских наук, профессора, сопредседателя идеологической комиссии Рабочей партии России, которая буквально несколько дней назад была показана и уже имеет более 80 тысяч просмотров. Колоссальный интерес. Я думаю, интерес не только к теме. Интерес и к личности, потому что профессор Попов говорит вещи не на ум, а обдумав, опираясь на огромный багаж научных знаний и исследований, которые он проделал в науке с марксистских позиций, с марксистско-ленинских позиций. Значит, вот нам доводилось давать короткие комментарии этой идеи тоже. И на портале News.ru этот короткий комментарий набрал за небольшое количество времени более четверти миллиона просмотров. То есть, есть, вообще говоря, оценка того, что происходит в России. И эта оценка однозначная, что, конечно же, не надо сжимать рабочую неделю, превращать рабочий день в 10-часовой, что это принесет огромный ущерб и работнику, а значит и всей России в целом. Я не буду вот эту мысль подробнее развертывать, потому что, еще раз говорю, что это можно всегда посмотреть. Я просто напомню и приду дополнительные факты к тому, о чем говорил Михаил Васильевич. Ведь такой опыт, на самом деле, в России уже имеется. И полагаю, что, может быть, нынешнее руководство, да, вот пытается сделать то, что в свое время сделало руководство, которое еще называлось советским. Вот именно в 67-м году такую операцию и проделали. Взяли и уплотнили рабочую неделю, да. Была 41-часовая рабочая неделя, значит, ее превратили из 6-ти дневной в 5-ти дневную, значит, два выходных. Зато вместо 7 часов вы имели по 8 часов, ну и в пятницу на один день, на один час была работа поменьше. И вот, я еще раз это вспоминаю, мне это запало, значит, в память, что один из свидетелей того события говорил о том, что тогда вот при такой, при известии о таком вот шаге люди радовались, и дети прыгали. Ну, вот, давайте посмотрим, что же получилось в результате этого шага. Это вот осмысление опыта. Значит, получилось следующее, что уже через 10 лет, когда люди всерьез поработали, при новой системе, так сказать, отпрыгали свое, да, и так все взвесили, вот уже через 10 лет удовлетворенность трудом у промышленных рабочих резко упала. Ну, потому что к этим 8 часам добавились сверхурочные. А почему они добавились? Ну, потому что если люди готовы работать больше на час, чем раньше работали, значит, почему же они, может, тогда и вполне готовы еще на 2 часа поработать? Уже дорожка-то проторена, уже первый шаг сделан, сказавший А, скажешь и Б. Значит, сдал 7-часовой рабочий день. Нет, так сказать, порадовался 8-часовому, но тогда порадовался и 10-часовому рабочему. И действительно сверхурочные. Значит, последние советские годы очень-очень быстро прогрессировали. Соответственно, рабочий класс регрессировал. Значит, вот иногда говорят, что, ну, так дополнительный рабочий день будет посвящен самообразованию. Так извините меня, а как, кто будет организовывать это самообразование? Сам человек, да, вот сам работник, который по своей профессии, так сказать, классный токарь, слесарь, инженер, и он должен знать методику обучения, источники, да, по тем предметам, которые его интересуют. Конечно, этого не будет. Поэтому статистика бюджета времени показала, что время, уделяемое самообразованию в 70-е годы, резко сократилось по сравнению с временем, которое уделялось этому делу в 60-е годы, то есть при 7-часовом рабочем дне. Значит, дальше. Вот производственная социальная активность. Значит, если мы берем число участников производственных совещаний, а была такая форма участия работников управления, когда они, значит, после работы собирали, обсуждали резервы производства, в 70-е годы сократилось число участников производственных совещаний по сравнению с теми, кто участвовал в таких совещаниях в 60-е годы при 7-часовом рабочем дне. Ну, что касается всего остального, то пьянство увеличилось. Это понятно почему. Потому что, так сказать, резко ухудшилось положение рабочих. То есть вот этот уже беспросветный труд толкал людей на то, чтобы вот забыться и так далее. Я вот вспоминаю просто вот теперь этому, и понимаю теперь объяснение этому факту, что в середине 80-х годов я был такой молодой, задорный, значит, тогда внедрялась бригадная или коллективная форма организации труда, я читал литературу, выяснил, что это, оказывается, получило шокое распространение в Советском Союзе с начала 30-х годов в самых разнообразных формах. Вот когда ввели 7-часовой рабочий день. И вот, значит, решил поделиться опытом прочитанного с товарищами. Райковка Масомола тогда устроил встречу с рабочими, с молодыми, с членами этих бригад. Во дворце труда в Ленинграде. Действительно дворец. Пришли молодые рабочие. Они действительно пришли во дворец. Хотя, чувствуется, не очень была уже привычная им эта обстановка. Пришли в галстуках, в костюмах, значит, белые такие вот. Просто приятно было посмотреть. И вот, значит, я начал выступать. Выступал, видимо, не очень коротко. Ну и вижу, что происходит. Происходит следующее. Что, значит, под столами начинается разлив водки у этих ребят. То есть, это меня так... Как же так? Ну и, может быть, я выступал тогда неинтересно. Но сам факт, что вот люди воспользовались этой возможностью. Что вот они ушли, значит, с работы. И вот, чтобы выпить. Говорит о том, что насколько люди были загнаны. Уже с молодости, с молодых лет. А что же тогда было с рабочими более старших возрастов. Вот какая была ситуация. Так что мы хотим? Если мы сейчас такую операцию проделаем снова, что мы получим? Ну, получим то же самое. Еще в советское время, дорогие, так сказать, специалисты Министерства социального развития и дорогой, значит, премьер-министр, в советское время у предприятий была чрезвычайно развитая сфера, значит, профилакториев, домов отдыха, которые хоть в какой-то мере позволяло восстанавливать здоровье и самочувствие вот трудящихся после вот таких тяжелых трудовых будней. Ну, сейчас все это уже, так сказать, прахом пошло, кусочками только осталось, а так уже или это гниет, либо уже это превращено в коттеджные поселки. В общем, захватили уже это дело. Либо такие цены задрали, что рабочему там совсем не по карману. Так что то, что будет проделано сейчас, получится еще более тяжелые, так сказать, последствия, чем то, что было проделано вот во второй половине 60-х годов по российскому опыту. Поэтому, так сказать, ничего хорошего это не сулит мера, это время, мера вредная, это надо констатировать, зафиксировать. Ну, значит, и вот в этом стоит научная оценка, исходя из теоретических соображений, исходя из соображений анализа опыта. Уплотнение рабочей недели или сжатие рабочей недели, так сказать, в 4 дня 40 часов. Должен сказать, что, очевидно, вот авторы этой идеи, те, кто ее обсуждают, значит, и преподносят, они, конечно, чувствуют неловко, что вот надо как-то вот замаскировать эти намерения или как-то себя, значит, оправдать, показать, что они-то вообще с трудящимися. И вот такую операцию проделают представители ФНПР. Значит, вот есть такой Александр Шершуков, зампредседателя ФНПР, такой знающий человек, начитанный, наверняка читал работы представителей фонда рабочей академии, потому что, ну, если вы что-то хотите узнать, то по этому вопросу только эти работы есть, потому что все остальные авторы занимались чем-то другим, там, финансами и так далее. Так вот, он все время вступает, значит, вот с комментариями этой меры, говорит, что надо сокращать рабочие часы, это надо использовать для сокращения рабочих часов, но вступая с таким грустным видом, будто прописывают горькую пилюлю народу. А чего же он вступая с таким грустным видом, если он за хороший выступает? А он понимает, что вот он-то, конечно, может быть и лично, как Шершуков, как бывший анархо-синдикалист, то есть такой самый радикальный профсоюзник, который в свое время с левыми, даже с коммунистами ходил рядом. Он понимает, что, конечно, вот сокращение рабочего времени – это хорошая штука, но как заместитель председателя ФНПР ему это не позволят сделать? И он на самом деле выполняет роль такого смягчения вот этой меры, которая в конечном счете обернется уплотнением рабочей недели, и, так сказать, увеличением рабочего дня. А вот его личное мнение останется, и он будет говорить, что ну, я-то выступал. Ну, и такую тактику избрал уж даже, вы не поверите, кто. Андрей Исаев. Ну, кстати, который тоже бывший, значит, анархо-синдикалист. То есть ходил рядом с левыми, и, видимо, даже с красными знаменами, если не с черными. Ну, что он выступал? Он, значит, первый вспомнил Маркса о том, что богатство общества – это свободное время. Вот когда такие выступления смотришь, как тут возникает аналогия с, значит, растительным малолетним, который, значит, выступает в роли проводника прогрессивных педагогических принципов. Вот это вот так приблизительно. Потому что уж кто-кто, так сказать, нанес такой большой ущерб рабочему классу и профсоюзу, кто, как не Исаев, да, вот подписываясь, соглашаясь, так сказать, на все самые не популярные меры, в том числе и на повышение пенсионного возраста, например. Так вот, ну, хорошо, Маркс и прав, конечно. И хорошо, что, ладно, хорошо, что Исаев это вспомнил. Но дальше-то что? Последняя мысль о выступлении. Он даже вроде говорил, что всегда рабочие боролись с сокращением рабочего дня, что вот они боролись за 8 часов рабочий день, и против этого всегда приводились аргументы. А заканчивая тем, что он верит, что 4-х дневная рабочая неделя будет. Так, господин Исаев, а рабочий день какой будет? Что же, ну, последнюю эту фразу. Нет, ну, так, я верю, что будет 4-х дневная рабочая неделя, ну, и хотя бы сохранение 8 часов рабочего дня, хотя уже неловко. Что же такого прогрессивного-то? Ну, и, значит, забрали рабочий день один, а каждый на буднях живет все в том же режиме, в котором жил и до того. В чем же прогресс? Ну, это уж что делать. Вот такая у них позиция. Надо как-то вроде и к трудящимся прислониться, и в то же время выполнить, тем более, хозяина. Главного работодателя в нашей стране, то есть государства. Но еще некоторые комментарии к оценкам последствий. Значит, вот Анищенко, бывший главный санитарный врач, говорит о том, что, ну, люди-то будут пить. И, значит, ну, и нападает, и Саев говорит, так что же вот это вот, чтобы как смотреть людей как на неразумных? Да почему? Если вы не сокращаете рабочий день и увеличиваете, люди будут пить, конечно. Ну, же надо как-то забыться, же надо выйти из этого постоянного стресса невыносимого. Ну, конечно, будут. Даже эту, тут с Анищенко надо согласиться. И ничего, и разводы будут на этой почве. Тоже правильные демографы говорят, и с ними приходится согласиться. Потому что если вы 4 дня семья разбиваете, значит, потом на 3 дня вы сводите, сказать, может, уже людей, которые забыли, сказать, с кем они живут, какие у них дети, то неужели это будет проще? Ну, тут, конечно, зреет конфликт. Потому что один день пойдет на восстановление, а два остальных дня еще, может быть, и на водку пойдут. Конечно, конфликт. Поэтому право демографа. То есть, вот такие оптимисты насчет оппортунизма, как говорил Ленин, оптимисты насчет вот этой, значит, очень вредной меры, они выполняют очень вредную роль на самом деле. И надо согласиться с теми, кто указывает на то, что негативные последствия будут преобладать. Единственное соображение, которое говорят, что мы будем ездить меньше. Ну, уважаемые, так сказать, товарищи, которые ездят меньше, хотят ездить меньше на один день, на свою работу. А вы, так сказать, дайте отсчет, как вы будете ездить на работу в этот рабочий день. В 10-часовой, да с верхурочными. Во сколько вы будете вставать, во сколько вы будете возвращаться. Я думаю, что реально будет такая картина, что рядом с проходными откроется еще одна сфера бизнеса. Хостелы. Вот эти 4 дня будете в интернате хостельном. Потому что невозможно ездить, так сказать, домой, особенно если вы из Подмосковья едете, чтобы приехать на 4-5 часов. Смысл-то какой? Надо же прямо остаться в Москве и жить в этом деле. И вообще сэкономить. И тогда, если хостел рядом с проходной поставить, тогда вы на транспортные расходы сократите. И денежные расходы, и потери времени тоже сократятся. Как здорово. Прямо бараки, ну давайте не бараки называем, а хостел по-современному. Вы этого хотите? В этом, что ли, выигрыш-то? Ну, думаю, поэтому надо отказаться от этой идеи, что вы что-то тут выигрываете. Если вы не хотите ездить, так поборитесь тогда. И надо было раньше побороться, и сейчас еще не поздно. Поборитесь за то, что мы своих предприятий не скачали рабочих, не выкидали на улицу, не вынуждали их уезжать. Или в Подмосковье, а то еще и дальше. На север, на Камчатку и так далее. Вахтовый метод. Это же вообще все разрушает. И семьи, и здоровье, и производительность. И так далее, и так далее. Так что, вот такая оценка, которую просил Дмитрий Анатольевич. Даже не надо ждать 30 сентября, Дмитрий Анатольевич. Вот вам от лица науки, от лица практики, от лица профсоюзника. Потому что я являюсь консультантом Российского комитета рабочих, и лучшие профсоюзники там прекрасно говорят о том, как это будет и как это есть. Работать по 10 часов и больше в день. Прекрасно на этот счет выступает Григорий Вячеславович Бобинов, руководитель первичной организации профсоюзных действий, медиков. Он, так сказать, все этого знает не понаслышке. Ну, если мы дали такую оценку, то, конечно, я полагаю, что этого мало. Надо дать еще и политическую оценку. Она тоже есть. Вот я не знаю ни одной партии, которая дала политическую оценку идеи сжатия рабочего дня. Отдельные политики выступали. Там за и против. Но надо как-то же вырвать общую линию. Я хотел бы ознакомить наших зрителей с оценкой, которую дал Центральный комитет Рабочей партии России. Значит, провели голосование, нашли всех товарищей. Кого по телефону, кого по электронной почте. Товарищи рабочих в первую очередь посчитали. Большинство рабочих проголосовало. Причем проголосовали все иногласно за, из числа голосовавших. И вот получили такое решение. Сохранить и сократить рабочий день. Заявление Центрального комитета Рабочей партии России. Известно, что в российской экономике необходимое время, время, которое рабочие тратят на производство продукта и эквивалентно получаемые зарплаты, составляет около 40 минут. Таким образом, 8-часовой рабочий день при 5-дневной рабочей неделе, введенной нашей стране в середине прошлого века, давно является чрезмерным. Полученные в результате сверхэксплуатации трудящиеся сверхдоходы выводятся из страны, способствуют криминализации экономики. С другой стороны, работникам не хватает времени для всестороннего развития, ухудшается их здоровье. Рабочая партия России последовательно уступает за введение 6-часового рабочего дня при 5-дневной рабочей неделе с сохранением зарплаты. Это оздоровит общественную атмосферу, повысит производительность труда. Выработка служащих вообще не снизится, вырастет и выработка рабочих в дницу времени. Видя позитивный отклик на эту инициативу со стороны трудящихся, буржуазные правительства и курируемые им профсоюзы решили нанести встречный удар, удлинив рабочий день. При этом они кидают трудящимся дополнительный выходной. Дополнительный выходной в кавычках. Дальнейшее удлинение рабочего дня приведет к ухудшению здоровья работников и введение дополнительного выходного не поможет, а при низкой зарплате откроют дорогу в длительной работе в выходные дни. Вместе с тем, действующее трудовое законодательство, ограничивая число рабочих часов в неделю, предоставляет все возможности для борьбы за сокращение рабочего дня. Трудящиеся имеют полную возможность ввести 6-часовой рабочий день явочным порядком, объявив забастовку и установив в ходе ее продолжительность работы 6 часов. Вначале это придет к некоторым финансовым потерям у повременщиков, но со временем уровень зарплаты восстановится, а 6-часовой рабочий день утвердится. Труд станет цениться дороже. Тем более трудящимся не следует работать свыше 8 часов в день, какие бы законодательные выверты не были введены буржуазным правительством. При грамотных, сплоченных действиях рабочие всегда оказываются сильнее хозяев. Рабочим пора почувствовать свою силу. Центральный комитет Рабочей партии России. Вот и политическая оценка этой меры есть. Я думаю, что в России нет другой партии, которая была бы так тесно связана с рабочим классом, имела бы в своих рядах таких замечательных рабочих, передовых, сознательных, твердых. И поэтому заявление этой партии следует прислушаться. Вот именно это заявление и есть голос рабочего класса в лице его сознательных представителей. Значит, вот четырехдневная рабочая неделя никуда не годится. Ну так, тем не менее, вопрос о рабочем времени снова встал. А что? Как его поставить? Вот в нашем заявлении говорится о введении 6-часового рабочего дня. И очень часто возникают вопросы. Ну и люди ведь, знаете как, вообще за дело переживают, что вот введут 6-часовой рабочий день, а производство рухнет. Или если введешь 6-часовой рабочий день, обязательно потеряешь зарплату. Или если введешь 6-часовой рабочий день и не потеряешь зарплату, тогда, значит, мы живем при капитализме, прибыль будет утрачена, предприятие обанкройство, и все пропадет. Я хочу сказать, что это ведь даже не представление только рабочих. Так, рабочие ведь не производят идеи, да, в современном обществе. В обществе, где есть разделение труда на людей умственного труда и людей физического труда. Рабочие, так сказать, разделяют тех преобладающих идеи, которые бродят в умах интеллигенции. И у нас-то что, прямо все интеллигенты за 6-часовой рабочий день, все интеллигенты считают, что вот лозунг, чтобы лучше жить, надо больше работать, это лозунг совершенно вздорный и устаревший. Да нет, большинство искренне разделяет. Причем умных людей. И я не выпрек какой-то особой, так сказать, не выпрек интеллигенции, об этом говорил. Я сам представитель интеллигенции. Я просто понимаю, что интеллигенция – это очень широкое понятие. И что интеллигент, который глубоко погружен, скажем, в вопросы программирования, он там специалист, он такое вам рассказывает, что, так сказать, и не поймешь сразу. Но когда выходишь в свои рамки, мы тоже рабы, если хотите сказать, или жертвы разделения труда, умственного в том числе. Значит, если вы заняты одним, другим по другому, вы не особенно интересуетесь, не особенно разбираетесь, значит, у вас будет сидеть в голове то, что вам предложат. Самая такая примитивная идея. Это всегда известно. Так что не будем уж критиковать особенно рабочих, которые вот не рады и не спешат реализовывать лозунг сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Требуется дополнительное разъяснение. Требуется, безусловно. Вот я убедился в этом. Был на съезде Конфедерации правой России и встречался с Олегом Васильевичем Шейным. Это единственный депутат от профсоюзов. Я не считаю Исаева представителем профсоюзов в Государственной Думе. Хотя и у Олега Васильевича тут тоже есть проблемы. И вот Олег Васильевич сказал, что Олег Васильевич, ну, сделайте хорошее дело. Внесите, значит, в Думу законопроект о 6 часовом рабочем дня. Конечно, в расчете не на то, что депутаты поднимут все руки за, а в расчете на то, что будет большой общественный резонанс, что люди заинтересуются, рабочие начнутся движение. И тогда, в конце концов, это дело, значит, будет узаконено. Значит, будет проводиться забастовка в виде работы по 6 часов. Олег Васильевич сказал, вы знаете, что я нуждаюсь в обстоятельных расчетах. Ну, ты уже чуть не подпишешь. Человек серьезный, ответственный, в расчеты нуждается. Ну, я могу, правда, вспомнить, что Олег Васильевич им известен. Что он в свое время очень поддерживал, продвигал Трудовой кодекс, проект Трудового кодекса, разработанный специалистами Фонда Рабочей Академии. А в этом проекте Трудового кодекса, кстати, предусматривалось введение 7-часового рабочего дня и 35-часовой рабочей недели. Вот тогда Олег Васильевич почему-то не стал требовать обоснования, а сегодня и стал. Ну, что же, повзрослел, наверное, чтобы усомниться в правильности лозунгов, с которыми всегда рабочие боролись. Вот я, конечно, думаю, что дело не в шейне, а дело в том, что действительно людям надо утвердиться в мысли, что мир не рухнет от введения 6-часового рабочего дня. Берем условную ситуацию, предприятие, которое выпускает товары. Ну и, значит, данные я свел в таблицу, вы на экране ее можете видеть, я буду давать комментарий. Вот что мы в этой первой таблице видим. Исходное состояние, исходное положение. На предприятии выпускается 800 штук продукции, на это затрагивается 800 человеко-часов. Соответственно, производительность труда 1 штука в час. Это все легко. Рабочий день 8 часов, вот как сейчас он есть. То есть, хотя бы, так сказать, он не узаконен, но так вот в представлении считается, что он нормальный. Числьность работников 100 человек. Отсюда легко определить стоимость выпуска, которую обеспечивают эти 100 человек. 100 человек умножаем, значит, на 8 часов, и в каждый час по минуте, и того будет 80 тысяч рублей. Ну, если цена еще одной штуки 100 рублей. Предположим, что материальные затраты, то есть, затраты, связанные с материалом, с амортизацией техники и так далее, 4480 тысяч рублей. Фонд оплаты труда 160 тысяч рублей. Из этого, исходя, средняя зарплата 1600 рублей. Прибыль, исходя из этого, любой может проделать такие расчеты, 160 тысяч рублей. И рентабельность, то есть, отношение величины прибыли к затратам, имея в виду материальные затраты, плюс затраты на зарплату, 25%. Вот исходные данные. Еще раз повторяю, что, конечно, это условные предприятия, условные данные, но нам для понимания всей этой механики конкретные предприятия и не требуется. Вот теперь предположим, что произошло повышение производительности труда в результате внедрения новых технологий. На 130% выросла производительность труда, то есть, прирост 30%. Точнее говоря, прирост 30%, а уровень производительности 130% от исходного. Что поменяется в показателях нашей таблицы? Значит, еще предположим, что не весь прирост производительности труда используется для увеличения объема выпуска. А происходит следующая картина. Часть этого прироста используется для увеличения объема выпуска, а часть для уменьшения трудоемкости, то есть, для сокращения фонда рабочего времени, используемого на выпуск. Так и происходит, кстати говоря. Вы посмотрите, во многих предприятиях планируется сокращение трудоемкости. Есть такой показатель, плановый. Что же изменится в наших показателях? Итак, при наших предпосылках, если бы 50 на 50, 50% прироста производительности используем для увеличения выпуска, а 50% для сокращения фонда рабочего времени, то есть, суммарную трудоемкость, мы получим объем выпуска 910 штук, значит, плюс 110 штук. Фонд рабочего времени 70 часов, минус 100 часов или минус 12,5% уменьшение фонда рабочего времени. Ну, не надо теперь столько трудиться благодаря производительности труда. Производительность выросла на 30%, рабочий день сократился с 8 до 7 часов. Вот то, о чем мы говорили в конце 90-х, в начале 2000-х, когда предлагали 7-часовой рабочий день. Итого, рабочий день сократился на 12,5%. Стоимость выпуска, то есть, общее количество продукции в деньгах, выросла на соответствующую величину, 91 тысяча на 11 тысяч. Материальные затраты тоже выросли. Фонд оплаты труда тоже вырос. Да, причем материальные затраты выросли больше, чем выросла заработная плата. И это соответствует представлению Маркса о том, что доля постоянного капитала увеличивается относительно доли заработной платы. Средняя зарплата выросла на 9,4%. Прибыль увеличилась вот при таких условиях на 21,9%. И рентабельность тоже выросла на 2,3% или на 9,0%. То есть, что мы имеем? Мы имеем картину сокращения рабочего дня, сохранения занятости, потому что ни одного работника не уволили. Чистость работников осталась прежней совершенно. Увеличение зарплаты на 9%. То есть, это выше, чем темп инфляции. То есть, мы говорим о повышении уровня реального содержания заработной платы. И при этом прибыль возросла еще быстрее. То есть, вообще, строго говоря, вот если следовать этому примеру, то положение работников данного предприятия относительно положения капиталиста ухудшилось. Потому что зарплата выросла медленнее, чем выросла прибыль. Но ведь наши работники считают, что это вообще не мера такая, которая придет всякому краху. Но, уважаемые товарищи, вот посмотрите, проверьте этот пример, вот некоторые цифры можно поправить, там лишний ноль выскочил в одной строке, что он говорит о том, что возможны ситуации, когда и рабочий день сокращается, и зарплата растет у каждого работника, и прибыль растет, и рентабельность растет. Ну, если хотите, ситуация и волки с этой овцы целы. Вот такой компромисс возможен объективно. Объективно возможно. Но, честно говоря, это не особенно радостный компромисс. Почему? Потому что, видите, положение рабочих и работников относительно положения предпринимателя ухудшилось. То есть, на самом деле, сокращение рабочего дня само по себе это огромное завоевание социальное. Но это не конечный пункт, как мы с вами понимаем, борьбы рабочего класса. Ну, хорошо, а мы-то говорим о 6-часовом рабочем дне. 7 часов в нашем примере. А что будет, если проведем 7-часовой рабочий день при прежних исходных условиях? Ну, что ж, посмотрим. Итак, значит, объем выпуска увеличивается на 110 штук. Как в прежнем примере, фонд рабочего времени сокращается на 100 часов, то есть на 12%. Производительность вырастает на 30%. Что же происходит с количеством занятых при изменении рабочего дня? Итак, рабочий день вместо 8 часов 6 часов, то есть сокращается на четверть, более чем на четверть. Вот при таких условиях, чтобы обеспечить прежний фонд рабочего времени, понадобится нанять дополнительных 17 работников. То есть о чем это говорит? О том, что научно-технический прогресс, он не враг занятости. Вот мы видим, что сейчас, так сказать, используется вот эта техника на этом примере. А занятость только будет возрастать. Но для этого надо только выполнить одно немаловажное условие. Рабочий день сократить до 6 часов. То есть занятость возрастет, безработица не будет. Я на этом чуть-чуть остановлюсь. Вот у нас сейчас действуют программы, может быть не все знают, федеральные программы целевая, очень важные. Повышение производительности труда и обеспечение занятости. И вот в этой программе что предусматривается? Что будет повышаться производительность труда, а задача государственных органов обеспечить занятость тех, кто будет сокращен в результате повышения производительности труда. И вот через несколько лет должно устраиваться 70% от тех, кого сокращают. То есть заранее в программу закладывается, что людей надо выкидывать на улицу. А почему нельзя было заложить в эту программу, что вот ведем 6 часового рабочего дня, и не только надо обеспечивать занятость. Это будет не проблема. Проблема будет в том, где найти дополнительных работников. Потому что если повсеместно будет сокращаться рабочее время быстрее, чем снижается фонд рабочего времени, вот этот пример номер два, тогда возникает дефицит рабочей силы. Ну уж, это что означает, что вот те, кто сегодня никак не могут найти применение своей способности, они все будут заняты. А после этого можно ввести сокращение рабочего дня в меру сокращения фонда рабочего времени, чтобы был тут такой баланс. То есть, короче говоря, вот, может быть, эта программа-то в целом полезная, уточнить бы, заложив в нее сокращение рабочего дня. Что произойдет со стоимостью выпуска? Она, естественно, возрастет. Материальные затраты возрастут. Фонд оплаты труда возрастет на 18%. Средняя зарплата при этом примере возрастет на 1,5%. А апрелю возрастет на 12%. Чуть-чуть-чуть сократится на 0,3% рентабельность. То есть, немедленное введение 6-часового рабочего дня при повышении производительности труда на 30% и при использовании этого повышения в целях как увеличения объема выпуска, так и сокращения общего фонда рабочего времени, обеспечивает повышение прибыли. Причем более высокими темпами, чем повышение заработной платы. Ну, я хочу сказать, что это не очень удачный пример. Почему не удачный пример? Что получается, что зарплата повысится у работников медленнее, чем растет уровень цен на покупаемые товары. Значит, очевидно, работникам надо позаботиться о том, чтобы немножко пересменить прибыль. И, например, сделать эффект от повышения производительности труда. Сделать так, чтобы прибыль выросла, скажем, на 7% и зарплата на 7%. Ну, что же социальные партнеры? Ну, в равной степени выигрывали, да? Но в любом случае, этот пример говорит о том, что 6-й часовой рабочий день ни в коем случае не ведет к краху производства. Ни в коем случае. Что он не решает претеневательной прибыли. Значит, за это надо бороться. Как бороться? Ну, в общем, просто. На словах, конечно. На деле достаточно сложно. Ну, а как вот решать прогрессивные задачи? Да, вы решаете, так сказать, сложную задачу в науке. Да. И это что, в общем, вот она сложная, потому что и сложная, что надо много предпринять, подумать, побиться, чтобы ее решить. А что в жизни? Все только простые задачи решаемые. Ну, если вы решаете простые задачи, вы не развиваете. Если мы развиваемся, мы решаем, значит, сложные задачи. Вот введение 6-й часовой рабочего дня и включение этого требования в коллективный договор. Тоже сложные задачи. А формировка была бы очень простая. Вот исходя из того, что было сказано. В идеале это звучит так. При снижении трудоемкости выпуска продукции, уменьшать продолжительность рабочего дня, работников, в скобочках, продолжительность смены, темпом не ниже уменьшения трудоемкости, обеспечивая при этом повышение уровня реального содержания зарплаты работников. Вот все эти расчеты, весь этот гигантский опыт, борьбы, теоретических исследований на уровне предприятия можно свести к этому одному положению. Одно предложение. Ну, конечно, это положение, за которое надо побороться и которое кардинально изменит жизнь работников в лучшую сторону. Ну, вы скажете, господи, мы не знаем, что такое коллективный договор, мы не знаем, что такое профсоюз. Да нам и некогда об этом думать, да мы не хотим. Ну, не хотите, тогда получайте следующее. Вот посмотрим, что произойдет с работниками, если они в условиях повышения производительности труда не борются за 6-часовой рабочий день. Ну, или за 7-часовой рабочий день, как первый шаг. Вот этот пример третий, таблица 3. Все исходные данные такие же, значит, вырос объем выпуска, фонд рабочего времени предприятия сократился на сотни, производительность выросла на треть, а рабочий день просто остался прежним, 8 часов. Что произойдет? Значит, будут уволены 19% работников. На улицу пойдут они. Так? Значит, будет сокращен общий фонд зарплаты. Платить зарплату тем, кто на улицу оказался. Зачем? Не надо, это будет экономия для предпринимателей. Средняя зарплата увеличится на ноль. Зачем повышать зарплату людям, которые все и так отдают? И просто рады остаться с споги лизать, что не их выкинули сегодня, их выкинут завтра. При следующем повышении производительности труда. А что произойдет с прибылью? Прибыль возрастет на 43%, а рентабельность на 34%. Вы понимаете, дорогие товарищи, что произойдет, если вы не боретесь? Это следующее, что весь результат научно-эстинческого прогресса заберет себе капиталист. Ну, весь. И даже как-то его трудно обвинять в жадности. Ну, если само плывет в руки, ну, конечно, он умеет считать. Вот при 6 часов рабочего дня прибыль увеличится на 12%. А если он у вас всех, не всех, простите, а 19% рабочих выкинет, прибыль увеличится на 43%. Ну, само плывет в руки. И что же он будет, вот, вот, как-то даже, вот, было бы очень неразумно. Вот поставьте себя на место капиталиста, и он будет отдавать свою прибыль. Значит, прирост сократит в 3 раза своей прибыли. Да, и сам вам подарит 6-часового рабочего дня. Не подарит. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас не выкнули на улицу, да, или не выкнули в первую очередь, вас, значит, ваших товарищей, через 2 года, когда новая техника придет, вас выкинут, и так, до последнего рабочего дня. Ну, тогда боритесь. Потому что сам капиталист свою прибыль сокращать не будет, да, и примиряться с понижением темпов увеличения прибыли в 3 раза не будет. То есть, это вопрос борьбы. И опять не надо его ругать, что они так делают. Вопрос не в том, что они так делают. Вопрос в том, уважаемые работники, что вы не делаете из своего, вы не отстаиваете своих интересов. Вы даете себя стричь, как овечки. Ну, овечки для того и предназначены, чтобы их стригли. А вы люди. Вы соль земли русской. На вас держится страна. И вы даете с собой обращаться, как с овцами. Это недопустимо. Ну, уже вообще пора как-то вот, ну, я бы сказал, рассердиться на себя сначала, да. Потому что, ну, так сказать, капиталисты делают свое дело. Вот даже не будут они терять прибыль. На себя рассердиться и прийти в чувство, и обрести чувство человеческого достоинства уже пора. Вот нельзя давать с собой помыкать так вот, как они хотят, чтобы все забирать. Все забирать. А вас выкидывают на улицу. Вы обеспечиваете прогресс, повышение производительства. Это вы, это вашими руками, это вашей мыслью. А вас на улицу выкидывают. Разве допустимо? Что тут высокого и что тут святого? Ничего. Это просто следствие, так сказать, жадности, корысти одной стороны трудовых отношений. Ну, а где ваши интересы? Где ваша позиция? Где ваша борьба за свои интересы? Ну, честное слово, как будто стадо овец. Ходят, блеют, их ведут, они, значит, пошли на убой. Блеют, плачут, но ведут их туда, а они идут. Мы же не овцы. Но это же доказал наш народ. Да, нас хотели превратить в рабов. В овец хотели превратить. Так за это, люди, 10 миллионов солдат наших полегло. 10 миллионов. Вот не хотели быть овцами, чтобы народ спасти свой. Героев теперь на фоне того, что сейчас происходит. А тут за зарплату не могут бороться и за рабочий день. Ну, что это такое? Я хочу сказать, что, ну, вот, пора уже немножко на себя рассердиться. Потому что вопрос не только о нас. Ну, мы прожили, а те, кто постарше. Я и лучшее время видел. Я получил прекрасное образование. Прекрасное, бесплатное образование. Получал стипендию на уровне выше или близко к средней заработной плате. Так как у старших говорят, мы уже пожили свое. Ну, а наши дети, как они поживут? Что? Вот они будут превышены в стадо овец, в рабов, которые, значит, озарит зарепашь. Это потом не могут с себя прийти оставшиеся дня. Потом они опять идут в эту пучину труда безмерного, восхищающего силы, убивающего. Неужели этого хотим мы своим детям? Ну, как-то пора встряхнуться уже. Ну, тем более, что для этого все есть. Для того, чтобы исправить положение. Для этого есть наука. Читайте книги. Я сейчас говорю, не надо много книг читать, потому что вы их просто не найдете. Мало книг очень по этому поводу написано. Да, тем более их легко освоить. Для этого есть передовые примеры, да, в области, так сказать, профсоюзной борьбы. Передовые коллективные договоры. Для этого есть Российский комитет рабочий, где можно объединяться опытом борьбы. Выработать стратегию борьбы за свои интересы. Приезжайте в Нижний Новгород. Очередное заседание будет в октябре месяце. Это очень легко найти. Наберите в поисковике Российский комитет рабочих, Фонд рабочей академии. Все это доступно. Для этого нужно, в конце концов, поддержать партию, рабочую партию России, которая давно это требование записала в свою программу. И не просто записала, а все делает, чтобы это требование реализовать в жизни. Вступайте в эту партию. Когда вы чувствуете плечо товарища, то проблемы, которые кажутся совершенно неразрешимыми в одиночку, и они действительно неразрешимы в одиночку, становятся вполне разрешимыми. И вот, честно говоря, я хочу закончить свое вступление на этой такой оптимистической ноте. Вот я был на съезде партии этим летом и видел новых товарищей. Новых товарищей. Такие крепкие рабочие, такие умные, так прекрасно выступают. Без всякого стеснения, потому что они понимают, что они не выступают. Для того, чтобы покрасоваться. Да? Не для того, чтобы сорвать аплодисменты, а для того, чтобы выразить свои интересы и нацелить партию на борьбу за эти интересы. Вот пошел приток людей квалифицированных, зрелых, умных, твердых, в какой, можно сказать, и не сгибаемых партию. Когда таких будет побольше, вот все эти проблемы, все эти обсуждения, все эти оценки покажутся каким-то дурным сном. Или о них мы не сможем вспоминать с улыбкой. Потому что жизнь пойдет по тому руслу, по которому нужно рабочему классу. Будет сокращен рабочий день, будет увлечено свободное время, будет развитие рабочего класса, его семей и всех трудящихся, которые выиграют от развития рабочего класса. Жизнь наша станет лучше, и тогда мы будем решать более высокие задачи, которые вот эту ситуацию, что мы выиграем, а капиталисты выиграют еще больше, эту ситуацию исправят радикальным образом. Вот поэтому я призываю товарищей, которые понимают, какой сейчас мы переживаем момент, активно действовать, а как действовать, об этом уже было сказано. Успехов нам в общей борьбе за сокращение рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова